трагедия семьи этой а в общем на на хэллоуины здесь очень много всяких таких случаев именно случается и вот у меня именно семейная вот трагедия уже она связана я вчера там столько видео ставила там когда обзывался вот обзывался именно когда я запретила своих детей вот на на хэллоуина давать говорю вот смотри вот брукнеры они водят мы не будем я не буду давать эти и даже вот говорили ну вот в миру ну и что мы там какие-то веселые костюмчики будем одевать я бы не хочу никакой веселости я вот с этими сатаной не не буду играться и так далее давай истерические корни разберемся чему мы учим детей и вот тогда он там обзывался что сама ты ведьма вот и я говорю что это за обзывание прямо впереди детей и вот тогда сказалось уже не буду разбираться с этими корнями ну вот я выставляла да она реально у нас пошло коса на камень потому что для меня это стало очень важно потому что я увидела что вот на хэллоуин очень много таких вот по происходит вещей которые вот я не хочу чтобы происходили моей семье в общем как раз тот то время было такое вот и я умоляла гречек давай проведем время вместе не слова там за хэллоуин а он вот так все время знаете как провоцировал но не специально думаю там до компьютера и меня раздражало не хотел чтобы он брал на компьютере игры хорошо я все ему дала и вот на утро мы пошли в церковь и тут узнали что дело он покончил с собой а вот если бы знаете вот там я так сказать не дала компьютер дать еще что-то еще он бы повернулся и пошел вот провел бы время сделанным и вообще неизвестно как бы закончилось так послушайте это произошло вот 31 на 1 и все после этого уж он дарахнул я просто видела как его уж он дарахнула морально я видела его реакцию вот и первое что он сказал он сказал его мама тоже выгнала а вот да она реально выгнала потому что я как мама скажу потому что уже дошло до того момента что он настолько отдел неправильные выборы у него у нее там еще две дочери но и там терпелки не хватило до когда люди наркотической вот зависимости какие-то делают вот впадают в такие неправильные выборы там родители очень многие очень многие просто выгоняют из дома ну как выгоняют не метло и допустим ставят вот у тебя есть месяц или так далее вот покинь дом найди себе жилье и вы знаете здесь я понимаю обе стороны обе стороны но я просто знаю видела реальный людей у которых там братья или сестры были под наркотической зависимости вещи которые они творили воровали и обручальные кольца вот там сестры и вплоть до мусорного ведра на полном серьезе сестры обычного мусорного ведра чтобы убежать и чтобы купить какие-то вот что-то продать в общем все выносили из дома видела я такое теперь смотрите нет не здесь я видела а вот на в украине здесь больше цацкаются так вот смотрите что произошло отчитываем 1 ноября теперь шесть месяцев спустя 1 мая делана очень на могиле делана застрелился на полном серьезе ну здесь никого не удивишь оружие у делана тоже было оружие причем он прошел он записался в армию в армию тоже свои в общем сложности и когда у человека ведь это психика должна быть так вот недаром я вчера говорила захлопание дверьми и так далее если а если она не прошло еще в детстве ведь я ребенком когда хлопала моя мать дверьми на мать вообще не обращала внимание она не обращала внимание что я по три дня плакала для нее вообще это когда я по голодала и ведь я как бы это и именно ей устраивала вот эти забастовки то это был мой такой мирный протест и она горюну что ну и умрешь но это но попадешь в больницу вот то есть она никогда по-человечески со мной не говорила ну пожалуйста но покушай ну давай какой-то компромисс вот поэтому я говорю я была именно как собака ну вот мы собаку больше любим чем а вот любили меня все абсолютно мои родственники и вот знаете видите по-разному вот и из и к собакам относятся ежек собаки вот и ежи люди которые собак бьют и причем подло бьют и о очень важно а понаблюдать со стороны как вот человек да это я считаю это огромный показатель как относятся вот и к животным потому что вот мой артур усатого когда он еще ребенком заметил он заметил что серёжа а подпольно вот втихаря бил ногами собачку свою вот да она внутренняя злость и вот да это внутренняя сущность серёжи и не даром серёжа вот говорит хотя с виду он такой мягкий и вот спокойный и а вот внутренняя сущность да о может и как вот моя мать вот старушку свою эту вот окошечку выбросила то есть она держала котов или вот животных только ради выгоды вот чтобы они там вот эта кошка ловила ей крыть иначе бы она держала потом вот она захотела в сибири она просто выкинула на полном серьезе пошла куда-то выкинула выкинула просто выкинула не нашла людей нет не пристроила выкинула вот так же самое выкинула вот или вообще не знаю до сих пор не знаю что вот она с моим котиком мальчиком сделала бедненьким вот покалеченным который любил меня как как это вот как богиню и и вот мой отец который вроде бы вот прикинулся как он любит животных а сам вот почти четыре года у меня в доме живет и ни одного животного не завел даже не завел у него там крысы и мыши он даже не завел чтобы она хотя бы там вот окошечко ловила этих вот мышек чтобы чистота была мышек или крысы и нет и я когда спросил он говорит за ними же смотреть надо представляете вот поэтому что говорить там за меня так вот смотрите артур не помнит что очень одела на застрелился а я наблюдала вот эти полгода я вам расскажу свое видение знаете для меня был шок когда вот эта трагедия сделанном случилось и я так плакала на похоронах и и вот я спросила у матери дела на было ли это самоубийство или вот или как она говорит а я не знаю потому что анализы его крови показали что он был значит под воздействием вот там и наркотических веществ очень многих веществ поэтому это только господь знает вот на своих божьих весах что это было вот и вы знаете после этого у отчима очень тяжелая ну вот он перестал ходить он замкнулся в себе я не знаю может быть он вот настолько вот я не знаю стал себя винить я тут же вам привожу потому что я и я себя вот и думала а где и где вот я пропустила для меня это был шоком я просто наблюдала ну сын как бы да я относилась к нему вот тоже как сыну потому что ну очень близкий друг моего сына но не шандарахнула она меня так вот сильно как вот ну вот найти покровение родное то есть как там я еще могла наблюдать за действиями и матери и за действиями как я уже узнала о чему сейчас расскажу теперь самую такую тяжелую часть